Мюрский металлопрокатный завод уникум. Его козырь, белая жесть, толщиной листа 1,1 мм. Так тонко её раскатывать во всём СНГ умеют только белорусы. А значит, потенциал продать нашу продукцию выгодно, очень велик. Но сначала нужно разобраться с собственными недоработками. А точнее, с подходами, которые Беларуси не подходят. У Мюрского завода недолгая, но уже не самая позитивная история. На старте идею построить металлопрокатный флагман государство поддержало. Инвестпроект президент одобрил в 2014 году. Но исполнители обещаний не сдержали. Строительство и ввод в эксплуатацию постоянно затягивали. А когда в декабре 2020-го завод наконец запустили, радовались недолго. Наступил полугодовой простой. У кредиторов возникли претензии, в неизвестность попали сотрудники. Кто-то даже был вынужден уйти. Дать рабочих людей в обиду президент тогда не позволил. Взял ситуацию на свой контроль. Вот и сегодня Александр Лукашенко в Миорах, чтобы будущее завода перестало быть туманным. Давайте начнем сырья, где он находится. Производственный процесс, как готовый продукт. Пятый месяц на Миорском заводе вновь слышен шум оборудования. Цеха не пустует. Президенту показывают линейку упаковки. Все нужное и востребованное. Но сходит с конвейера готовый продукт лишь благодаря государственной поддержке. Под опеку завод взял бел цвет мед. Через него Миоры закупают сырье, рассчитываются за электричество и газ. Но официально предприятие все еще висит над пропастью. Не решен вопрос и с руководством. Кто управляет заводом сегодня? Управляем? Я здесь. Я здесь. То есть ты полноправный руководитель завода? Так получается. Подожди, как получается? Так кто директор? Фактически с 12 июля у нас директора нет. Полномочия есть у меня. Есть антикризисность у управляющего, он является директором. Он полномочен подписываться. Так он не понимает. Человек, который управляет производством, этого не понимает. Правильно он не понимает, потому что вы не объяснили, чем ему заниматься. Идеальное предприятие превратили в банкрот. Какой он банкрот? У нас предприятий таких нет. Это супер предприятие. Тут просто надо засучить рукава и производить продукцию и сбывать. Как вспомогательные, так и основные материалы. До конца года будет обеспечена стабильная поставка всех нехватимых материалов. Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор, он будет заниматься кризисом. И надо прекратить всю эту болтовлю. Начать работать без колебаний и оправданий. Так Александр Лукашенко видит единственно верную стратегию для МИОРского завода. Отражать санкционные нападки можно только эффективно, замещая импортные позиции. Это должны хорошо понимать все белорусские компании и работать в тандеме. В отечественную жесть должна быть упакована, к примеру, наша пищевая, парфюмерная и лакокрасочная продукция. Это программа «Минимум». Если посмотреть на предприятие с технической точки зрения, найти недостатки сложно. Лучшее оборудование, профессиональные кадры и уникальные технологии. Вот единственный в своем роде станок точной шлифовки «Геркулес». Вот белая жесть толщиной на любой вкус. Вот высококлассные специалисты. Ты освоил это все производство. То есть тебе можно уже молодежь направлять. Ты их будешь готовить. Сейчас до полной производственной мощности заводу еще далеко. Из возможных 150 тысяч тонн белой жести в год здесь пока готовы произвести лишь 43. При этом проблем со спросом нет, даже несмотря на санкционный период. Изначальная ориентация на Европу с лихвой окупится другими рынками. Было бы что предложить. Рынок Российской Федерации 295 тысяч тонн, из которых 140 – это был импорт. Из Европейского Союза, Китая, Казахстана. Вот это вот та доля, которую мы в первую очередь должны заместить. Следующий большой рынок – это, конечно, рынок Республики Беларусь. Он 30 тысяч тонн. Весь этот объем мы обещали президенту полностью заменим, потому что он весь импортировался из различных стран. Дальняя дуга. Конечно, это Африка. Там нет таких производств, которые производят белую жесть. Но есть продукция, которая требует для упаковки из белой жести. Нефтяная промышленность в первую очередь. Мы ведем сегодня переговоры с африканскими странами, с арабским миром, для того, чтобы поставлять туда продукцию. Есть клиенты, заинтересованные, сейчас отрабатываем цепи логистических поставок. Рынок Средней Азии. Он небольшой. Маржинальность высокая. Но даже 50% для этого рынка мы ставим для себя такую задачу. Вот этот комплекс мер, который необходимо будет провести по продажам, по рынкам, должен вывести нас к максимальной производственной мощности данного предприятия в 2024 году. В непростой для завода период глава государства не мог не поговорить с сердцем компании, коллективом. Читая в глазах работников немой вопрос, что будет дальше, президент дает ответ. Честный и, судя по всему, обнадеживающий. Помог и поддержал. Но те, кто обещал, сроки сорвали. Полмиллиарда стоил завод. Завод столько стоить этот не может. Это мы видим в первом приближении. Значит, те, кто обещали построить этот завод, взяли кредиты в банках в России, заказали, привезли оборудование, построили завод. Дорого. Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится в следственном изоляторе. И пока они мне не скажут, откуда они возьмут деньги, чтобы компенсировать государству эти затраты, вам. Они будут до скончания света там сидеть. Это ответ на ваш вопрос. Если они не поняли, что в Беларуси рано или поздно с тебя спросят, где украл и сколько украл. С сегодняшнего дня вы работаете как предприятие белорусское, государственное. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят. У них все долги ваши я забрал на государство, и вы сегодня функционируете как белорусский завод в МИОРах. У вас с сегодняшнего момента генеральный директор, юридически это будет оформлено в течение двух дней, никакого банкротства, никакой волокиты и никакие вы не банкроты. Я не зря сказал, здесь вы должны рождать будущих героев Беларуси. Это прекрасное производство. Надо работать. С этого момента многострадальный, но перспективный завод на поруки берет государство. Это значит, что все принципиальные вопросы будут оперативно решены. Например, вышедшую из строя водородную станцию стоп-кран для всего процесса уже одобрено заменить. А вот дисциплину, технологический порядок и квалификацию кадров руководство должно взять на себя. Экономике нужна отдача. Все есть для того, чтобы работать. И люди есть. Да, сегодня надо человек 60-80 дополнительно набрать. А это специалисты хорошие. Вот я ему и советую, иди в вузы из последних курсов. Забирай молодых ребят. Я ж не зря у тебя спросил, ты можешь обучить молодежь? Ты же могу. Ты это чудо технику освоил. Тебе придет этот молодняк. Конечно, они будут не готовы еще работать. Но я уверен, до конца года ты их обучишь. Но это завод самый современный. Его нельзя угробить. Это завод молодой для молодежи. Активизация предприятия сулит дальнейшее развитие всему району. Пусть миоры и сейчас в числе образцовых. Но правило «хорошо работать, хорошо жить» касается всех. Потому к глобальному вопросу, какое будущее ждет белорусские поселки, Александр Лукашенко подходит рационально. Будем развивать эти поселки за счет конкретных проектов. Каждому председателю райисполкома поручено в течение этого года создать такое производство. Чтобы люди были на работе. Чтобы они работали и могли заработать. Это что касается производства. Что касается строительства, там, вартидетский сад, школа и прочее. Это дело государственное. Мы это будем делать. Ну, будем помогать немножко, на сколько будет денег по жилью. Но вы должны сами зарабатывать и строить вместе с предприятием. Мы будем поддерживать вот ваше предприятие, чтобы вы строили арендное жилье. Чтобы это жилье принадлежало вам, вашему заводу. Пришел на завод, получай квартиру. Ушел, до свидания. Ну, вы скажете, привязываем людей к заводу, к работе. А куда деваться? Понятно, что за время неразберихи на предприятии у людей накопилось немало вопросов и волнений. Александр Лукашенко на диалогах с людьми времени не экономит. А как иначе для работников промышленности сейчас плодотворный, но трудный час. Выстаем ли? Какие действия будут предприняты для поддержания уровня стабильного нашей экономики в условиях санкционного давления? Мы должны пройти каждое предприятие и посмотреть, что ему не хватает. Вот я и приехал, посмотрели, что вам не хватает. Хороший кнут. Вот что нужно. Может, не столько для вас, сколько для тех, кто отдельный, кто здесь находится. Сегодня спрос на нашу продукцию громадный. Возьмите тракторы, комбайны, кормоуборочные, зерноуборочные. Из России немцы и американцы ушли, которые купили там заводы. У нас открылся рынок. Вот министр промышленности докладывает, мы не успеваем для Россельмаша в России, такой же, как у нас Гомсельмаш, мы не успеваем и комплектующие, которые они просят нас сделать для Гомсельмаши. Это время возможностей. И только те выйдут из кризиса окрепшими, кто будет бежать. Пойдем пешком, нас догонят и раздавят, нас затопчут. И дело здесь даже не в политиках. Этих политиков скоро не будет. Посмотрите в Польше. Самые агрессивные по отношению к нам государства. Не понимаю, зачем. У нас поляки живут этнически. Нормальные люди. Неплохо работают. Единицы там есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально. Можно жить и работать. Чего им не хватает? Рейтинг лидеров их ниже 30 уже процентов. Вот посмотрим, как они выборы проведут и кто у них там выиграет. Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг. Ну терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают. Они уже готовы часть Украины оттяпать. Ну, белорусы они целиком готовы проглотить. Не получится. Поэтому не в политиках дело. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать. Знаете, политика политикой, а бизнес, производство, это производство. Если им надо вот это золото, которое вы делаете, окольными путями, как угодно, через Африкуазию, но мы его продадим. Спросили президента и о житейском переживаниях из области люди говорят. В разгар сезона сейчас очень много говорят о том, что введен налог на сбор ягод и грибов. Так ли это на самом деле? Откуда у вас это? Какой налог на грибы и ягоды? Что-то с ума можно сойти. И слушайте, и как это мы возьмем с человека налоги? И как мы посчитаем эти ягоды и грибы? Эта дикость, эта дурь полная. Никогда этого не было и быть не может. Почему я своим людям должен запретить собирать ягоды и грибы и продавать? Да побольше вы собираете этих грибов, ягод и торгуете. Не только вопросы, но и предложения. Коллектив к встрече явно подготовился. Так энергетик завода выступил с инициативой возобновить традицию именовать предприятие в честь знаменитых белорусов. Президент однозначно за, если люди заслужили это своим трудом, профессионализмом и поступками. Главное, без популизма и пустых восхвалений. Белорусский лидер уверен, через время и на этом предприятии появятся свои герои. А пока, как символ нового этапа в жизни завода, во Дворце независимости будет ждать промышленных успехов Родины сувенир – миниатюрный рулон жести. Работайте, берегите завод. Это ваше счастье. Спасибо за подарок. Эти слова могут стать лозунгом завода. Пришло время общими силами, наконец, уберечь его. Ситуация была тяжелая во время простоя. У людей не было конкретики, не было понимания и не было уверенности в завтрашнем дне. Сейчас все это появилось. Мы предполагаем и хотим и верим, что здесь люди, которые работают, станут единой технологической семьей. И они будут здесь жить и работать единым мышлением. Коллектив технологический, технология – это самое главное, к чему мы стремимся. А люди здесь прекрасные. Прекрасные, работящие. Визит Александра Лукашенко прояснил многое в судьбе завода и его коллектива. Руководству «Рабочий день» вручил портфель стратегических задач. Сотрудникам подарил стимул работать на реальный, а не мифический результат. Ксения Худолей, Виктория Ходосок, Сергей Курков, СТВ, Витебская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова